Сегодня в эфире. Студентам, поступившим на заочное отделение «Фармации» до 1 сентября 2013 года, дадут доучиться. А вот дальнейшего набора, если стандарты примут, не будет, сообщает пресс-служба Нижгма. В Петербурге заочного отделения лишится Государственная химико-фармацевтическая академия. Министерство образования также обратило внимание на соотношение численности преподавателей и студентов в медицинских вузах. Оно должно составлять 1,4, исходя из этого формируются нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования. За что российские фармацевты обиделись на Елену Малышеву, читайте здесь, доля штатных преподавателей не должна быть ниже 50%. Не менее 70% преподавателей должны иметь ученую степень, не менее 10% являться руководителями или работниками профильных организаций со стажем работы по специальности не менее 3 лет. К медицинским вузам предъявлены требования по наличию и оснащению компьютерных классов, лабораторий, одной или несколько электронных библиотечных систем. По всем специальностям допускается использование учебной литературы со сроком последнего издания не более 5 лет с момента начала обучения по дисциплине. Где в Петербурге больше всего хотят учиться будущие врачи? Узнайте здесь. Будь здоров и подписывайся на наш канал.